Федеральный закон 187 Федеральный закон 187 Федеральный закон 187 Федеральный закон 188 Федеральный закон 188 Федеральный закон 188 И последствий, которые могли бы последовать этих атак, наиболее вероятно именно там, где применяются автоматизированные системы управления техпроцессом. Незначимых гораздо меньше. Меньше половины. Это СУТП. Поэтому действительно тема актуальна. Законодательство было разработано. Активно вами применяется. На что я хочу сказать вам спасибо. Действительно поток данных, поток вопросов, поток сведений в Овстек России увеличился в порядке. На основании вопросов, которые нам задавались, мы внесли ряд изменений в законодательство, потому что оно должно помогать вам обеспечивать безопасность и не мешать основному процессу. Правильно было сказано, что основная цель это первое защитить систему, второе это не помешать тому процессу, который мы защищаем. В СУТП это очень-очень проблематично. Замедление выполнения процессов, замедление передачи информации может весьма отрицательно сказаться на том процессе, который вы автоматизируете. И весь положительный эффект от внедрения систем безопасности сведется к нулю. Итак, пойдем по порядку. По тому, что вы делаете, какие проблемы, и именно о проблемах я буду сегодня говорить, возникают, на что обратить внимание и как это исправить. Ну, прежде всего, субъект сталкивается с категорированием. Могу сказать, что примерно половина в этом зале, либо еще не откатегорировалась, либо откатегорировалась неправильно. Потому что от 20 до 40% сведений по результатам категорирования систем, которые поступают к нам, мы возвращаем на доработку. В зависимости от отрасли. Почему это происходит? Кто-то невнимательно читает закон, кто-то невнимательно читает требования, кто-то не слышит нас, кто-то внимательно читает, но пытается трактовать по-своему наши требования, да, ну а кто-то просто не понимает, да, поэтому неумышленно, к сожалению, допускает ошибки. Итак, с первым документом, которым вы столкнетесь, будет постановление 127, которое, напомню, претерпело ряд изменений в прошлом году. 452-м постановлением были внесены в него изменения, в том числе установлены сроки категорирования. Среди сроки подачи перечней, подлежащей категорированию Австрия к России, и сроки категорирования. На что стоит обратить внимание, когда вы категорируете свои системы, когда вы собрали комиссию? Ну, прежде всего, приглашайте в эту комиссию всех, всех-всех-всех, кто ответствен в процессе, кто прописан в нашем постановлении. Увиливают, мы видим, что, к сожалению, уходят ответственности экономические подразделения, юридические подразделения, без которых вы не сможете правильно откатегорировать вашу систему. А это первый этап, на основании которого потом в дальнейшем вы, как безопасники и вы, как инженеры, будете реализовывать, внедрять меры. Зовите всех. Когда оцениваете нарушителя, зачастую видим такую ситуацию, пришли сведения о системе, либо же мне задают вопрос, что система подключена к интернету, а внешний нарушитель для нас не актуален. Почему, непонятно. Внимательно смотрите на нарушителей. Напоминаю, все читают прессу. Большой интерес, большой интерес к нашим системам у иных наших друзей. И когда крупная корпорация, которая есть промышленно опасные объекты, у которых большой финансовый вклад в бюджет Российской Федерации, приходит и говорит, что нам не актуальны внешние нарушители вообще, естественно, у нас возникнут вопросы. Естественно, эти сведения мы вернем на доработку, потому что без правильного нарушителя вы не сможете оценить угрозы, которые вам, на ваш периметр будут приходить, и не сможете правильно построить этот периметр своей системы. Учитывая связи с сетями, говорила уже, неоднократно говорила, что если ваша АСУ подключена к вашей корпоративной системе, а ваша корпоративная система имеет выход в сети общего пользования, то считайте, что ваша АСУ тоже имеет выход в сети общего пользования. Несмотря на все применимые меры, до 80% систем могут быть атакованы извне, именно через ваши корпоративные сети. Многие АСУ, к сожалению, имеют прямые выходы в сети, беспроводные выходы, все это нужно смотреть и учитывать. Где-то вы не можете закрыть, где-то вы можете закрыть, нужно тогда закрывать этот выход, потому что это огромный дыра с надписью «Добро пожаловать в нашу систему». Когда рассматриваете сценарий атак на вашу систему, смотрите на все, особенно это касается АСУ ТП. Зачастую говорят, что мы посмотрели, если АСУ ТП встанет, то мы сделаем так и так, у нас будет небольшой ущерб. Но, коллеги, зачастую, если на основании сведений от АСУ ТП оператор принимает какое-то решение, к примеру, остановить процесс, не остановить процесс, то ущерб может быть гораздо больше, потому что то, что система работает неправильно, оператор, который ее контролирует, может заметить не сразу. Когда он заметит, зависит от ваших регламентов внутренних, от ваших документов, как проверяется система, как организован контроль. Но зачастую в промышленных системах как раз наибольший ущерб будет не от полной остановки системы, а от неправильной ее работы. И этот сценарий тоже нужно рассмотреть. Очень часто говорят, то, что я говорила год назад, все равно приходит нам с такими обоснованиями. Если наша система встанет, ничего не будет. Почему? Ну, а мы возьмем лопаты и будем копать вручную. Нет, коллеги. Если вы будете копать вручную, замедлится процесс, который вы автоматизировали. Вы же не зря внедряли информатизацию, вы не зря внедряли цифровизацию в свои системы. Вы рассчитывали на определенную скорость выполнения процесса. А если вы возьмете флешку и будете бегать по этажам, и ваша информационная система выйдет из строя, или ваши станки с ЧПУ, которые, кстати, тоже попадают под этот закон, встанут. А вы говорите, ничего, мы будем молотком бить и делать детали. Вы меньше деталей сделаете. Соответственно, у вас будет недополученная прибыль. А если мы будем говорить о сфере госзаказа, то это на самом деле очень критично. Но мы это поговорим, когда перейдем к показателям. То есть замедление автоматизируемого процесса тоже нужно учитывать. У некоторых есть подменный фонд. Когда они переключились, действительно ничего не будет. А у большинства этого подменного фонда нет. И действительно будет достаточно критично, система остановится на определенный период времени. И взаимодействие зависимости одних объектов, критических от других. Наиболее яркий, на мой взгляд, пример, наверное, не в АСУ, а в финансовых системах. К примеру, если остановится площадка, на которой циркулируют какие-то финансовые потоки, то ущерб будет не только у владельцев системы, но и у тех, чьи финансовые потоки циркулируют. То есть нужно посчитать, что совокупный ущерб будет и от владельцев финансовых потоков, и от, соответственно, остановки площадки. То же самое в АСУ-ТП. Если от работы вашей системы, к примеру, она выдает какую-то продукцию, зависит работа следующей системы, продукция не будет выдана, следующая система номер два остановится, то там тоже будет какой-то ущерб. Это тоже нужно будет учесть. Если вы счастливый владелец ЦОДа, и в вашем ЦОДе несколько объектов КИ функционируют, вы оказываете кому-то внешние услуги, либо же это ваши объекты, то тогда ущерб от остановки ЦОДа будет не только ваш, но и владельцев или пользователей тех систем, которые у вас в вашем ЦОДе циркулируют. Зачастую, если вот эти отдельные системы могут быть третьего уровня значимости, то по совокупности ваш ЦОД может выйти на второй. По тому ущербу, по тем услугам, которые могут быть непредоставлены. Вот это сложно, и именно для этого нужно привлекать ваших юристов, которые знают, какие у вас с кем договоры, что будет, если что-то встанет. Ваших экономистов, которые смогут посчитать. Естественно, ваши основные боевые подразделения, которые эксплуатируют ваши системы, которые знают, что от чего зависит в процессе, а не только безопасников. С какими наиболее проблемными показателями сталкиваются владельцы АСУТП? Ну, первое. Первый показатель, давайте я зачитаю правильно, как он называется, чтобы никого не обмануть, это причинение ущербу жизни и здоровью людей в количествах человек. АСУТП – это промышленность в первую очередь. Многие в промышленности имеют паспорта безопасности опасного объекта либо декларации безопасности опасных объектов. И там уже рассчитан в том числе и этот показатель, и одиннадцатый показатель воздействия на окружающую среду. Первое. Не используются те сведения, которые уже были посчитаны раньше. Вот те сведения, которые есть, почему-то не используются. Когда приезжают люди, начинаем разбираться, увы и ах, сведения, представленные нам и представленные в другие органы, разнятся неправильно. Еще раз. Упростите себе работу, возьмите эти сведения. Дальше. Многие владельцы опасных объектов говорят, что внешним людям за периметром, неработникам никакого вреда жизни и здоровью не причинят. А вашим работникам будет ущерб жизни и здоровью. Они же тоже люди. Их тоже нужно посчитать в этот показатель, если такое возможно. Вот ошибка с первым показателем. Дальше. Воздействие на окружающую среду. Читаем сведения, что объект имеет такую-то экологическую опасность. А воздействия на окружающую среду нет. Читаем в сведениях, что возможен выброс, например, источных вод, если осу встанет. Но при этом никакого экологического ущерба не будет. Бывает, да, что он будет локализован где-то на какой-то небольшой территории, тогда можем поставить 11-й показатель нулевой. Но так не всегда бывает. Тоже нужно учитывать и внимательно смотреть. То есть фактически мы сталкиваемся в сведениях, которые мы получаем, с несоответствием графа, который вы заполняете. То ли они заполняются разными людьми и потом не читаются, то ли это какие-то технические ошибки. Мы до сих пор объяснить-то не можем. Далее, экономический ущерб наиболее проблемный, наверное, у всех, не только у владельцев ОСУ, но и у владельцев информационных систем во всех сферах. Это номер восьмой и номер девятый показатели. Восьмой – это возникновение ущерба субъекту. То есть если, но только для тех, которые у нас являются стратегическими компаниями, государственными компаниями. Вот если вы попадаете в список, который определен восьмым пунктом нашего показателя и критериев значимости, тогда вы должны его посчитать. И посчитать как ущерб себе. То есть сколько вы недополучите, если будет тот или иной инцидент, к сожалению, на вашей системе, гипотетический. Девятый показатель для всех – это ущерб субъектам. Что туда должно включиться в этот ущерб? То есть сколько вы недоплатите в бюджеты по совокупности как в федеральный, так и в региональные бюджеты. То есть ваши экономисты должны посчитать, сколько у него не будет доплачено налогов и иных обязательных выплат. И вот эта сумма и будет являться значением девятого показателя. Причем в части экономики зачастую мы получаем такой ответ, что мы имеем ущерб ниже чем 0,000% от усредненного бюджета. Надо не меньше, надо сказать, что в пункте 8.3, 8.2 написать нужную цифру, а 8.3 показать, как вы ее посчитали. Что ваш ущерб сложился из затрат на восстановление вашей системы, недополученной прибыли от невыпущенной продукции, к примеру, от затрат на привлечение работников в дополнительные смены, чтобы ликвидировать простое оборудование и так далее. То есть вот это все нужно сюда посчитать и сказать, что ущерб будет таким-то. И, наконец, номер 13. Номер 13, самый нелюбимый всеми, который связан с гособоронзаказами. Напоминаю, те, кто работает с гособоронзаказами, которые находятся в спешном инпромторе, эти организации себя знают. Вот к вам особое внимание, потому что в связи с изменениями, внесенными в прошлом году, 452 постановлениями, извините. Так вот, в связи с этими изменениями данный показатель 13 считается от нуля, как по количеству продукции, так и по времени, сколько у вас будет на выпуск продукции по гособоронзаказу. Соответственно, если вы в этом перечне, и у вас есть ОСУ, то вы должны его посчитать, этот показатель 13. Некоторые говорят, что у нас сейчас нет контракта по госу, коллеги, а если вы его получите? Вы будете пересчитывать? Нет. Вы потенциальный реализатор, потенциальная организация, которая будет выполнять заказ. Поэтому вы должны посчитать данный показатель. При этом посчитать, в том числе и по станкам с ЧПУ, посчитать по ОСУ, которые применяются в ваших сетях. Зачастую забывают о системах ERP, которые есть на предприятиях, МЕС-системах. То есть забывают все то, что перечислено в 31 приказе 2017 года, который под конкретно организацией, работающей в сфере ОПК, был нами издан. Но там все системы, которые могут быть на предприятии, перечислены. И зачастую, когда к нам с предприятия приходит только 1С, локальная система предприятия и все, мы задаем вопрос, ребята, где? Если вы, к примеру, завод, который производит продукцию, который что-то делает, реальное, физическое, где ваши производственные системы? Вот об этом и забывают. И как бороться с этим? Ну вот мы не знаем, честно. Боремся, но пока не знаем. Итак, после того, как вы прошли все ступени, посмотрели сведения, откатегорировались, вы направляете сведения в ОСТЭК России в соответствии с формой, которая утверждена нашим приказом. Здесь тоже не так все просто. Ну, прежде всего, самое простое, не все заполняется в этой форме. То есть приходят с пустыми графами. Откуда мы знаем, вот есть у вашей системы связь с системами общего пользования, с сетями общего пользования или нету? А там прочерк стоит. Соответственно, мы начинаем хватать трубки, звонить вам с коллеги, это опечатка, либо там действительно должен стоять прочерк, либо вы просто забыли написать. По показателям отдельным ничего вообще не указано. Не применяется показатель в транспортной отрасли, в транспортной, в представлении транспортных услуг вам? Пишите, не применяется, потому что мы услуг не оказываем. Не применяется экологический показатель к вам, потому что вы категорируете, к примеру, информационную систему. Пишите, не применяется, потому что экологического ущерба от информационной системы не будет. Потратьте время, напишите, потому что если мы не дозвонимся к вам, а бывает так, что указывают несуществующие телефоны, мы не можем найти ту компанию. Нам придется просто возвращать эти сведения, потому что мы не можем сказать, а все ли вы учли зачастую, если это связано с показателями, мы не можем принять такие сведения. Понятно, что по формальным признакам, если там нет каких-то указаний адресов, или нужно дополнить, да, мы с вами созвонимся, дополним это в рабочем порядке, но по существенным замечаниям все-таки нужно указывать обратный контакт, потому что мои коллеги всегда готовы разъяснить, пояснить, что не так, почему у нас замечания. Кстати, в ближайшее время на нашем сайте буквально вот на днях появятся контактные телефоны по профильным отделам, по 13 сфер у нас разбиты на профильные отделы, вот по этим отделам профильные сотрудники выставят свои телефоны, вы можете им звонить, задавать любые вопросы, которые даже кажутся глупыми, но тем не менее они имеют право быть, поэтому вам на все это, извините, на все это ответят. Но все-таки пойдем по замечаниям, которые я высадила на слайды, занижение значимости объектов кино, это то, с чего я начала, что некоторые делают это осознанно, некоторые неосознанно, некоторые, к примеру, мой любимый 13-й показатель по гособоронзаказу, пишут, что у нас снижение выполнения гособоронзаказа будет 4%, но категория не присваивается, почему, коллеги, от нуля идет категория, пишут, что, опять-таки, по экологии, что да, экологический ущерб возможен, но экология не присваивается и так далее. Где-то осознанно, где-то неосознанно, просто внимательно смотрите, возникают вопросы, задавайте. Игнорирование сроков реализации федерального закона. Да, для негосударственных компаний срок рекомендованный, 1 сентября 2019 года был, но, коллеги, давайте уж честно говорить, если есть требования законодательства, их надо выполнять. Цель не кого-то наказать, цель построить систему защиты, поэтому нужно их выполнять. Некоторые организации нам прислали перечни еще в 2018 году и затихли. Что с ними там происходит, с этими организациями? Сейчас также начинаем направлять им письма счастья о том, что отзовитесь, друзья наши, что у вас там, может, какие-то проблемы, может, вам надо помочь, подсказать что-то. То же самое по возвратам. Напоминаю, в соответствии с законодательством, если вам вернулись сведения о категории, у вас есть 10 дней на их переработку. Действительно, это очень мало. Если у вас пул системы из десятков ОСУ информационных, а у некоторых и сотен, да, мало. Но, коллеги, срок установлен, мы можем пойти вам навстречу, но все должно быть реально, и сказ должно выполняться. Забывают об объектах Ки. Опять-таки, об этом я уже упоминала. О том, что у вас завод, а ничего, что связано, ни МЕСа, ни СКАДа, ничего нету. Только информационные системы. Как тогда вы производите детали? Ломом и топором? Непонятно. Звоним, пишем, объясняем, и находятся такие системы. То есть вот об этих системах, именно связанных с вашим основным процессом, нужно не забывать. Вот это ваш прицел. Потому что именно проблемы защиты возникают с ними. В некоторых сведениях до сих пор встречается фраза, что да, у нас есть системы, все, но компьютерная атака на них невозможна. Коллеги, если невозможно, потому что у нас есть средства защиты, у нас все хорошо, у нас организационные меры. Если есть выходы в внешний мир, как я это называю, то есть есть порты, куда можно вставить флешку, патч-корд воткнуть. Если у вас есть прямой выход в систему, в сети общего пользования, в интернет, система ваша априори может быть в таком. Как я уже сказала, 80% систем, несмотря на внедренные средства защиты, атакуются по тем или иным причинам. Поэтому если есть связь с внешним миром, система априори может быть в таком. И применение средств защиты информации не является обоснованием для того, чтобы сказать, что система не может быть в таком. Не может быть в таком, но только если у вас жесткая логика и никаких связей с внешним миром, черный ящик, тогда да, я с вами соглашусь. Такие системы действительно есть, мы выявляем их. В противном случае нужно смотреть, выполнять, реализовывать и защищать. И последние два взаимосвязанных пункта на моем слайде – это то, что вы привлекаете к процессу категорирования внешней организации, и в холле у нас немало таких предложений. Имеете право, не запрещает законодательство привлечь для проведения аудита категорирования третье лицо. Кстати, для категорирования какой-лицензии на текущий момент не требуется. Но это лицо предоставит сведения вам, и потом мы с вас именно будем спрашивать, как вы откатегорируете, потому что вы принимаете окончательное решение. Ваш руководитель ставит подпись на акте категорирования и подписывает сведения во ВСТЭК России. А зачастую мы видим, что по всем объектам информационным, ИТКС, ОСУ, по всем нет однокового обоснования. Либо же кто-то схалтурил опять-таки. Почему так? Непонятно. Потому что вроде бы комиссия собирается, все есть. То есть, да, бывает, если у вас цех, в котором стоят 6-7 идентичных систем, невзаимосвязанных, которые являются разными объектами КИ, может быть одноковое обоснование. Но если это различные системы по функциям, по назначению, по архитектуре и так далее, то такого не бывает. Хочу напомнить, когда можно объединить системы в один объект КИ, когда разделить. Возникают все равно вопросы у людей. Решать вам, объединять системы, не объединять. С объединением в один объект мы можем согласиться в том случае, если системы выполняют один критический процесс и имеют физическую взаимосвязь между собой, то есть обмениваются информацией. Тогда да, это один объект, мы с этим соглашаемся. Если это абсолютно разные системы, то коллеги не совсем правильно их объединять. Да, информационную, ОСУ, которая к ней не подключена и так далее. Имейте право. То есть, подводя итог, приглашать, имеете право, но спрашивать все равно будем с вас. И нужно проверять то, что вам эта организация в итоге сдает по результатам инвентаризации, по результатам категорирования. Потому что, в общем-то, категорирование на самом деле лучше вас никто не осуществит. Только вы знаете свои системы, только вы знаете, какой ущерб от нарушения штатного функционирования ваших систем произойдет, а не кто-то внешний. После того, как вы успешно откатегорировались, продрались через тернии всех законов, вы направляете сведения нам, как я уже сказала, правильно заполненные, мы вносим их в реестр. До сих пор возникают вопросы. Первое. Мы направили вам перечень, где ответ. По перечне объекта поджижающей категории мы не отвечаем. Отвечаем только, если у нас возникает вопрос, что в перечне, к примеру, промышленного предприятия, только бухгалтерские системы или только СКУДы. Тогда мы пишем коллеге, вы не совсем правы. Если же перечень нас удовлетворяет, вы просто категорируетесь планово в течение года. По сведениям мы направляем вам ответы, что первое, сведения внесены в перечень реестровый номер, в реестр, простите, реестровый номер такой-то, второе, мы направляем вам уведомление, что мы приняли сведения о незначимости вашего объекта и направили его в госсобку в соответствии с законодательством. К сожалению, сейчас выявляются обстоятельства, когда компания не получила от нас ответа. Это бывает по разным причинам. Направили не в центральный аппарат, напоминаю, все сведения, перечни направляются именно в центральный аппарат в СТЭК России по адресу Старая Басманная, дом 17, направлено в наше территориальное управление, какая-то там работа происходит. Бывает, что мы направили ответ, но ни в обиду никому будет сказано, почта России не всегда его доставляет. Иногда выявляется случай, когда мы направили, но переписка у нас имеет ограничительные пометки, организация просто испугалась и не пришла забирать. Тоже такое бывает, мы разбирались с этим. То есть ответ тихо и мирно полежал, вернулся к нам, почему? Ну мы решили, что мы не будем его брать. Как бы не смешно это звучало, тем не менее это так. Так, если вы направили нам сведения и по прошедшему промежутку времени получили нам ответы, не поленитесь, пожалуйста, возьмите трубку по профильному отделу, наберите и скажите, что вот я такой-то, тогда-то направили за таким-то исходящим, до сих пор от вас ни ответа, ни привета. Мы по каждому обращению разбираемся. Если не получили, кто-то утерял, тоже такое бывает. Мы-то направляем копию, дубликат письма о том, что такие сведения рассмотрены, внесены, не внесены или какие-то были замечания. После того, как вы откатегорировались, получили письмо счастья с номером в реестре значимых объектов кризисной информационной инфраструктуры, вы должны приступить к созданию систем безопасности. И многие уже начали либо планировать создание, либо уже создавать эти системы в соответствии с 235-м и 239-м приказами СТЭК России. 235-й приказ. Общее описание, как создаются системы. Да, был внесен ряд изменений, связанных с процессами, связанных с созданием новых систем, какие требования к ним. Но в целом подход остался один и тот же. Что у нас такое система защиты? Это документы, люди и средства. На что нужно обратить внимание? Что мы сейчас уже видим? Что возлагаются обязанности по обеспечению безопасности объектов КИН на непрофильных должностных лиц. А должностное лицо, напомню, кто это такой? Это тот, кто может принять решение на предприятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Так вот, возлагается ответственность по принятию решения на юристов, на бухгалтеров, на еще кого-то. То есть не на тех, кто мог бы собрать. Либо же это рядовые сотрудники в каких-то отделах, которые не смогут собрать на своей площадке экономистов, защитников и главных инженеров и сказать, ребята, давайте решать, давайте выделять деньги, давайте взаимодействовать. А проблема взаимодействия есть, как и всегда она была у службы главных инженеров и службы безопасников. Вот не на тех возлагается. И, соответственно, в этом случае не будет решена проблема обеспечения безопасности ваших объектов. Очень часто видим в тех сведениях, которые к нам поступают, что на предприятии разработаны документы только по, к примеру, пропускному режиму, либо только определена контролируемая зона, и все, нету больше ничего. Эта проблема, ее нужно решать. И напомню, что решать эту проблему мы допускаем, что технические средства будут внедрены в соответствии с планами модернизации ваших систем. Значит, такое модернизация, мы определили, чуть позже об этом скажу, где. А вот документы и люди должны быть приведены в соответствие уже сейчас, потому что, да, это процесс. Либо, если у вас разработана система, внесите в систему документов, внесите в нее изменения, спланируйте обучение соответствующих лиц, если у них нет такого обучения. Нет взаимодействия, сказала. Создавать ли подразделения, да, вот кого обучать. До сих пор к нам пишут, уважаемый ВСТЭК, нам создавать отдельное подразделение, либо нет. 235 приказом, черным по белому, зеленым по синему, не знаю, у кого как распечатано, там написано, что решение о создании отдельного подразделения принимается руководителем организации. Обязанности по обеспечению безопасности КИ может быть возложены на подразделение, в скобочках, на специалиста, либо вновь созданного отдельно по КИ, либо же на подразделение, которое обеспечивает безопасность организации в целом. То есть, либо это, если у вас есть ГУСТАИН, в рамках подразделения по обеспечению безопасности ГУСТАИН, либо, если есть классический ТЗИшный отдел, в рамках этого отдела может быть возложены полномочия, если силы у этого отдела, конечно же, есть. Если силы, это, простите, определяет руководитель вашей организации. Здесь мы трактовать ему ничего не можем. Но так решать или так, решайте вы. Никакого обязательства создавать именно отдельное подразделение в законодательстве нет. Но это вот к разговору, кто как читает наши документы, к сожалению. Есть в 2.35 приказе отложенная норма. В последних изменениях она появилась, что у подразделений, руководителей подразделений, а руководитель это начальник отдела, тот, кто командует этим подразделением, должно быть профильное образование. Она вступит в силу с 1 января 2021 года. То есть у вас еще есть чуть меньше года, чтобы обучить своих работников, спланировать это обучение, если у вас не профильное образование. Требования, соответствующие, есть 72 часа для рядовых работников, 360 часов для руководителей подразделений и для руководителей подразделений опыт работы в данной сфере. Учитывая отложенность нормы, опыт работы в сфере обеспечения КИ ваши руководители успеют набрать. Проблема только в образовании. Следующий проблемный вопрос – это реализация 239. Кто-то, опять-таки, уже 239 приказа – это требования к обеспечению безопасности, то есть требования к самой системе. Все планировали, все читали, все знают наш приказ. Наверное, рассказывать какие-то дополнительные – это те же самые меры, которые вы всегда реализовывали в 31 приказе и в 21, кто работал со ВСТЭКом. Наверное, не имеет смысла. Но у нас было поручение усилить безопасность объектов КИ от руководства страны. Мы эту безопасность усилили. Соответственно, 20 февраля текущего года был утвержден приказ номер 35, который проходит регистрацию в Минюсте, который вносит изменения в многострадалий наш 239 приказ. В чем на регуляйшнгов он обсуждался, поступило немало замечаний. Обсуждался с экспертами, представителями субъектов КИ, которые будут реализовывать приказ. Постарались учесть, в чем основные нюансы этого приказа. Если кто-то не читал, может почитать. Остановлюсь вкратце. Мы определили требования к сертификации тех средств защиты, которые не сертифицированы в СТЭК России. Напомню, при создании системы защиты вы сами принимаете решение. Принимать либо, использовать либо сертифицированные средства защиты, где уже есть требования, которые соответствуют уровню доверия, которые соответствуют требованиям СТЭК России к средств защиты соответствующего класса, либо же использовать не сертифицированные, которые в ходе приемки должны быть их эффективно подтверждены. Так вот, как подтверждать ту эффективность, прописали теперь. Дальше. Требования к уровню доверия этого ПО. ПО не сертифицированных средств защиты должно соответствовать соответствующему уровню доверия. Извините за тавтологию. Мы говорили сегодня о том, что нужно повышать функциональную безопасность. Одним маленьким шажком к функциональной безопасности это требования к программному обеспечению, которые реализуют непосредственно функции вашего объекта. Тоже три требования появилось, которые нужно планировать, в том числе поддержка этого ПО, требования к выполнению его основных функций и так далее. Единственное, хочу вас обрадовать, ну или расстроить, что да, требования большие и сложные, но мы предложили и пока что с нами согласились, что норма по введению этих требований к объектам КИ будет отложенная. То есть она вступит в силу с 2023 года на те объекты, которые начнут создаваться с 1 января 2023 года. То есть вот там вы должны будете заложить требования и к прикладному программному обеспечению, которое вы будете устанавливать на своих системах, и к средствам защиты, которые не сертифицированы, но будут использоваться в ваших значимых объектах КИ. Эти требования нужно будет предусмотреть. Вы можете выполнять их сами, реализовывать, либо привлекать соответствующих лицензиатов, в данном случае лицензиатов СТЭК России, по соответствующему виду информации, либо это гостайна, либо конфиденциальная информация, которая имеет лицензию на ТЗИ. Кроме того, в 35 приказе мы определили, что же такое модернизация. Вкратце это изменение дополнительной доработки ваших систем безопасности или самих систем по отдельному ТЗИ. То есть обновление ПО – это не модернизация. Замена одного средства защиты на аналогичное – это не модернизация. А вот изменение его функциональных свойств по ТЗИ – это модернизация. Ну и, наконец, еще одна норма, которая уже не отложенная, которая вступит в силу. Если с нами согласится Минюст по данному приказу, когда он пойдет в регистрацию, мы допустили возможность удаленного доступа к значимым объектам КИ при определенных условиях. Напомню, если сейчас он полностью запрещен, удаленный доступ, для обновления и управления системами, то, пообщавшись с вами с субъектами, мы увидели, что да, действительно есть проблемы. Бывают случаи, когда невозможно функционирование системы без такого удаленного доступа. К сожалению, Россия большая, не везде можно добраться. Бывают такие случаи. Тогда мы определили требования к этому удаленному доступу. Как его организовать? Закрепили в нормативном документе. Ну и также определить, что теперь удаленный доступ может предоставляться в том числе не только вашим работникам, но и работникам ваших подведомственных организаций, либо тех, кто ходит в ваши интегрированные структуры, если вы отдаете это на аутсорсинг, но при этом вы владеете, условно говоря, обобщая контрольным пакетом акций данной предприятия. Это все описано в законе, можете почитать, постановление можете почитать. То есть мы пошли в данном случае вам навстречу, понимая, что не всегда возможно полностью отказаться от удаленного доступа. Все равно он реализовывался через какие-то ухищрения, так или иначе. Поэтому мы установили правила игры в данном случае. Ну и наконец, когда-нибудь через три года возможен госконтроль. 162 приказ, типовой акт, все это есть, можете почитать, наверное, останавливаться на этом не стоит. Единственное, хочу обратить ваше внимание. Звучат в сети такие лозунги, что если вы не отнесетесь к КИ, то тогда уголовная ответственность вам не светит. У всех пугают уголовной ответственностью. Коллеги, во-первых, правильно почитайте, что написано в соответствующей статье УК, что она не всем будет, а только если что-то действительно серьезное случится. А второе, простите, пожалуйста, даже если вы не отнесете себя формально, не напишите письмо, что мы субъект КИ, все равно, если у вас есть признаки субъекта, вы функционируете в одной из отраслей, все равно прокуратура скажет, что коллеги, ну у вас же были требования, вы же являетесь субъектом, просто вы не выполнили законодательство. То есть это не причина не выполнять требования. Ну и наконец, после такой печальной ноты, я хочу напомнить вам, что все-таки системы наши живые, наши общие, что они постоянно меняются. И после вот этой процедуры, которая тоже циклично, как в классических информационных системах, вы должны прийти к совершенствованию ваших систем безопасности. После того, как вы внедрили меры, посмотрели, как они работают, периодически вы должны их оценивать и совершенствовать свои системы. Последним пунктом должно являться, потому что категорирование, оно периодически перекатегорируется системой. Периодически вы направляете сведения в Австек России. Кстати, по изменению 452-го, не все еще организации в этом зале переоценили, к примеру, тот же 13-й показатель. Не все донаправили нам сведения. Периодически все равно это нужно будет делать. И цель наша с вами общая – это сделать действенную систему защиты. Не получить бумажку о том, что я имею такую-то категорию или не имею, и на этом успокоиться, а создать реальную систему защиты, которая бы действовала, не позволяла нашим недругам каким-то образом влиять на наши с вами системы. Я думаю, что это основная наша задача совместная, которую вы с нашей помощью, а мы с вашей помощью сможем все-таки решить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!